Мы уже поняли, не зря мы его сменили и всем советуем Продаем китайский термометр В любом случае запасной термометр в хозяйстве мне не помешает Да, а то вдруг некоторая рукожопка сломает что-нибудь, уронит Всем привет, это Александр Клюев, проект Первая варка, первая варка, первая варка, в городе Подольск Сегодня мы пробуем два новых термометра, как мы раньше анонсировали Мы заказали себе немецкий и по нему сделаем отдельный обзор, а пока мы используем этот И в принципе, при следующей варке мы одновременно будем замерять показания и этим И вновь приобретенным немецким, как говорят, более точным и менее инерционным термометром Нам не очень нравились показания и инерционность вот этого китайского ТП-101 И мы приобрели немецкий фирму Теста, вот такой вот, тоже с щупом 20 см Гораздо более удобно, во-первых, то, что вы воткнули и вам сверху видно Вам не нужно под углом смотреть, как вот на китайском Во-вторых, что хотелось бы сказать, это инерционность, она гораздо меньше на немецком, чем на китайском Втыкаем на измерение Это уже, ай-яй-яй-яй-яй Наш немецкий друг Который уже поверен со всеми правилами По всем правилам метрологии 23,2 у вас тут в коридоре И все, мы его втыкаем для того, чтобы померить температуру солода Для того, чтобы поставить температуру в формулу и узнать, какой температурой нам нужно нагревать воду Допустим, в этом баке Что они показывают? Значит, у них расхождение в 1 градус ровно Немецкий показывает, только что показывал 21,2, а сейчас показывает 21,1 Китайский показывает 21,7, только что показывал 22,2 То есть, если китайский выходит на температуру порядка двух минут То здесь это 5-10 секунд И он вам показывает уже с точностью десятых градусов Какая у вас температура Какая у вас температура 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 Какая у вас температура Это нормально Приходится погружной термометр Вам пригодится погружной термометр Немецкий уже в течение 5-10 секунд Показывает вам температуру в заторнике, в бойлере, где угодно И достаточно точно, он поверен, у него есть документы К этому ничего такого не прилагается Мы его использовали, но очень сомневались в точности его показаний По тестам, насколько они близки к показаниях одной и той же температуре, да? Да На одной глубине Они прямо касаются друг друга Жалами И один из термометров немецкий у меня уже показывает 60 градусов А китайский показывает до сих пор 53,7 Вот То есть инерционность у него, конечно, запаздывание очень большое Давайте посчитаем, до сколько он дает из 60 градусов Те, которые показывают у меня Здоровый термометр 57,2 А тот так остался на 60? 57,7 Здесь уже 60,4 60,8 61 уже практически Ну это изменение связанное с тем, что вода нагревается Не инерционность, а именно Ну он вышел уже на какое-то показание, а дальше уже затухание идет какое-то Ну из курса автоматизации мы знаем, что выход на рабочую температуру это не линейный процесс, а переходный И для того, чтобы он вышел, нужен несколько пиков, несколько провалов Так что я по немецкому вижу, что да, все вполне То есть он уже показывает 61,5 Плюс-минус 1 градус А этот показывает до сих пор 58,9 сейчас, допустим То есть инерционность у него, конечно Я считаю, что дело все в микросхеме вырабатывающей, поскольку, видимо, она дешевая, не такая качественная и со всеми вытекающими отсюда Потому что, ну, термометр сопротивления, который стоит в концах и провода, я думаю, они абсолютно одинаковые, а разница именно вот в электронике той, которая обрабатывается ему Ну, вот этот у меня немецкий показывает 61,9, а китайский показывает 60 ровно То есть на 2 градуса он до сих пор запаздывает на 1,8, на 1,9 градусов Сколько градусов разогреваем? Разогреваем мы первую температуру до 70, ну, может, немножечко 70,5, посмотрим Сейчас помешаем, как следует, что получится Ну, я думаю, этот эксперимент с термометром может завершить, мы все увидели Единственное, мы потом померяем именно сам затор А остальное, в принципе, нам уже не важно, мы уже поняли Не зря мы его сменили И всем советуем Продаем китайский термометр В любом случае, запасной термометр в хозяйстве мне не помешает Да, а то вдруг некоторые рукожопы сломают что-нибудь, уронят Ну, бывает такое Всякое бывает Ну и в отложной заданке Да, пускай лежит, мне пользоваться особо не было Но в крайнем случае, в принципе, он пойдет Для начинающих ЭОАР, которые не хотят тратить деньги Потому что, если этот термометр стоит в пределах 500 рублей То вот этот термометр уже стоит в пределах, сколько? Двух с половиной тысяч, по-моему, трех тысяч Мы сравнили оба и поняли, что в конечном итоге они, конечно, приходят на заданную температуру оба Но если этот приходит сразу же, как было сказано, достаточно быстро То этого 2-2,5 минуты нужно, чтобы показать А если вы меряете температуру в заторнике, в заторном чане То такая инерционность, она просто невозможна и такую использовать Поэтому мы решили отказаться полностью от китайского И перейти вот к использованию такого вот немецкого термометра Это был Александр Клюв, проект Первого Варка, Первого Варка, Первого Варка, Биар Брю, город Подольск Всем удачи, пока Голожок и атакует Давай, давай, иди Давайте прервемся Давай, давай, иди там, что ты хотел Голожок и атакует Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...